всем привет нас лукойл из этой хрени никак нельзя на выезде возле перо уральска поворот недалеко короче вот мы мурзатенькие это уже топливо идет передувка сейчас я вам аду в прицепе покажу чего у нас там а потом все расскажу так что и почему и так происходило блин и не не получится сейчас показать я вам потом покажу на выгрузке я совсем забыл что я помпу прилепил правда не знаю почему тут у нас видится вообще все хитро так мы тут немножко шалим потом все расскажу тоже почему шалим и как сейчас отблю залью уже отблю показывает мало топлива передуваю потому что до той заправки до которой мы собирались ехать мне не хватит потому что тут с этими всеми загрузками туда-сюда все уже плохо начинать опускаться грязь за стирает где-то счастье я канистры залью тоже полно в общем вот так сейчас мы все это дело здесь зальем топлива дунул надо перейдутся чтобы потом помериться поедем протереть датчик а то мне пишет датчик расстояние заблокирован она не видит пойдет третий сортный брак но уже тронемся сейчас расскажу вчерашний день почему не снимал сегодняшнее утро тоже скажу 49 10 здесь из топлива заправляться нибудь поехали пока нас тут не заставили так отблю я залил топлива в бак побежала в основной вот а теперь рассказываю как а будем тут ехать приехал вчера на выгрузку вы сами все видели и как бы в общем мы свободны ну тут меня это есть до загрузка можно догрузиться в этом как раз вот в кате на минск какие-то коробки навалом веса что-то там две тонны сказали огонь все супер меня часа за два там разгрузили этими у доски эти они свои там не доски там вагонка какая-то была неважно короче они это забрали то что мы с иркутской везли все пошлепал туда выезжаю туда ехать включаю камеру камера не включаются еще не понимать я эту и батарейку вынул и туда и сюда и крутил и шлепал и шептал и молился на нее все она просто умерла как бы на телефон снимать не айс короче ну поехал так что делать не до камеры было там конечно прикол была там буду загрузку поискал по поездам там круги порисовал там 4 навигатора все не 4 3 и все ведут в разные места вы представляете каждому наверное 4 какой маша даша google карты яндекс карты и все ведут разные места ну ладно хрен с ним нашел по итогу приехал там нужно сначала поехать взвеситься я первый раз вижу контору которая взвешивает по осям но мы их предупредили что нам загруж чтобы это загруженные ну все огонь заезжая под рампу никуда не зайти не поприсутствовать ничего но думаю две тонны я там из-под этого а мне еще к пока я ехал как бы еще одну загрузку вот на пензу на пензу на макшан вот кстати вот сейчас ее с видео с ее погрузки я сейчас прикрину выложу этот загружали снегоход кто-то у кого-то купил нагружать будем сейчас уберу а какой чтобы он отсюда завел завел так да подожди а а а а а а а а а Куда? Чуть-чуть сюда. Чуть-чуть. От себя стрелу. Майну и все, огонь. Давай грузим. Сейчас надо подумать. Его бы конечно не мешало привязать. Сейчас надо подумать как лучше поставить. Короче вот так. Сейчас мы его коробками завалим. И никуда он не денется. Вот. Ну а пока приду. Короче эти коробки. Ну и все. Я когда им только крикнул там в эту. Говорю. Вы мне говорю задние. Вот у меня получается брусы в трех пачках. Задний порт оставьте. Свободный чтоб я этот снегоход поставил. Ну а те чего. Те взяли. Ну спереду все битком всю эту машину запихали. И мне получается запихали. Два борта. Первых мне загрузили. И все. Все остальное свободное. Я на весы машину заводить. У меня 11 тонн вторая. Проблема. Ты же сам сказал. Я же сказал мне оставить передний порт. И плюс в чем. Еду на весы. Взвешиваю по осям. Да 11 даже с копейками пробивает. И у меня получится загружено. Что вместо двух то он 4. То есть перед этим я взвесил машину. Она весила 31 с половиной тонны. А тут уже 35 с половиной тонн общая масса. А не мне там. Давай ты же сам сказал. Там две тонны груза. Я говорю сюда смотри. Показываю ему на этом. На отвес. Который они же сами мне и дали. На весах. Их контора. Я говорю на свой отвес. Посмотри что там на весах. Какие две. Если бы там было 4. Был бы разговор совсем по другому. Как грузить. Куда же я 4 тонны. На два борта мне передних. С учетом того что я приехал. У меня 9 тонн на вторую ось дает. Все. Это однозначный перегруз на тягач. Короче я не давай. В общем я еще три раза ездил на весы. Три раза. Поеду. У тебя же это компьютер есть. Я говорю есть. Столько показывает. Столько то. Столько то. Я уже когда было 10400 я говорю хорош. А время уже было часов 11 вечера. И они. Единственное что мне. Стас поворот на Пероуральск. Новотрубный. Они мне что говорят. Мы не можем вас отпустить. Видя что у вас перегруз. Я охренел. Я уже все. Говорю на 11 тонн. На 10400 соглашаюсь. Говорю нормально. Я поеду про себя. Думаю. Я сейчас спать скорее заварюсь. Завтра поеду грузить этот снегоход. И перекину я этих коробок там вперед немножко. Там нужно. А они снимают как. Получается. У второй порт разгружает. Они до первого топорта добраться не могут. Я уже с первого борта снять полтонны. И все. Зилов то. Зилов 15 минут. Я говорю сейчас штору сдвину. Нет. Мы так не. Нам так нельзя. Ну нельзя так нельзя. Короче по итогу вот видели там. Короткая ГТП на телефон снимал. Это. В общем. Мне все эти коробки раскидали по всему. Ну прицепы. Я не знаю что эти коробки. Понятия не имею. В итоге вот. Короче все эти качели закончились в первом часу ночи. В первом часу ночи в последний раз я поехал взвешиваться. Они были твоими сам не доверяем. Все. У меня было 9 и 9. Меня показывают. Я сюда ехал там 9 и 8, 9 и 9. Вот с Иркутска. Все я говорю у меня все хорошо. У них на весах 10 и 2 показывают. Я говорю все не надо мне больше ничего перегружать. Пойдут так. Все поехали. В первую часть ночи. А мне ехать в Богданович догружаться. Это. Ну с загрузкой у меня получалось еще 80 километров. В следующем повороте. А уже надо утром быть на Богдановича на загрузке. В общем. Ну еще документы. Еще потом час документы ждал. Короче я уже пришел сел в машину. Уснул. А мне звонят приходи за документами. Еще побежал за документами. Слой как собака. Как в этом фильме. Лег поспал. Ну и утречком в 7 утра двинул туда на загрузку. Поехал этот Богданович. Но это в сторону Тюмени. Приехал туда. Частный дом. Ну части какой-то продал этот дедушка. Продали этот снегоход куда-то туда. Кому-то в Макшане. Ну окей. Как бы собирались его грузить. Ну мы думали доски поставим и он заедет. Я говорю класс. Говорю мам не мало того что фура. Они ждали вообще газель next как он сказал. И плюс говорю у меня еще брус загружен. Я как ворота открыл. Ой говорит еще и коробки. Я говорю коробки это фигня. Тут злов на 20 минут раскидать вам место. Под этот. Под ваш снегоход. Ну ладно. А как грузить я говорю. Ну как не он не заедет сюда этот снегоход. Он думал и по доскам он туда внутрь заедет. Загнать его. Я говорю никак не получится. Короче вы сами пока я там этот. Расчищал плацдарм для него. Приехал манипулятор. Мне его закинули. Вот. И в чем все прикол. Ну сейчас вот сюда на этот лукой. Все катего пошел. Ну думаю значит кино мое закончилось. Думаю дай возьму камеру попробует. Учет на лукой. Нажимаю на нее. Все. Би-би-би-би. Пошла съемка. И вот снимает на сих пор никаких вопросов. Что за глюк? Я так и не понял. Что это было вчера закинуло. Но я после того как она там глюкнула. Там уже когда с этими весами ездил. То есть уже было не до этого. Если честно там такая может она и потом там заработал. И сегодня еще то даже поехал грузиться в этом поглядной. Даже так. На камере даже и не подумал. А тут вот пожалуйста. Все работает. Надеюсь и продолжит дальше работать. Так что продолжаем наше повествование так сказать. В общем что. Ну сейчас вот смотрите. Вот я сейчас еду. Вот у меня 9,8, 9,9, 10. Вот так вот она плавает. Нормально. Это все хорошо по весам. В общей сложности. Ну по компьютеру у меня двадцатка. Телега. Совсем плохая. То есть на телегу можно грузить. Если бы не до загрузки этим снегоходом. То в принципе я им все сказал сразу. Раскидывается мне по всему. По всем этим грузам. И все. То есть как бы. Телегу еще можно догружать. По весу вообще никаких проблем. По объему не догрузишь. Вот. Ну и какой у нас сейчас план. Сейчас мы вот идем в сторону Перми. Первый Уральск. Вот только что прошли. Поедем сейчас в Медвежий угол. Или Медвежий замок. Я не помню. Поедем там покушаем. Время уже два. Здесь обед. С утра кроме кофе больше ничего во рту не было. Вот. Сегодня среда. Двадцать восьмой уже наверное. Ага. Двадцать восьмое октября. Вот. В пятницу планируем. Разгрузить этот снегоход в Пензе. В Макшане. В Пензу приедет Михаил Владимирович. И оттуда мы уже поедем с ним вдвоем. До Минска. В Минске выгрузим эти коробки. Будем в Пензе в Макшане выгружать. Я вам покажу что там в прицепе делается. Уже так. Более детально главное не забыть. Обломочку так навесил на всякий случай. Пускай висит сзади. Вот. Что еще сказать. Ну и решил ехать сюда вот опять. Через Красноуфимск. Там хоть и дорога такая. Никсгуд. Этот в Свердловской области. По Башкирии там дорога хорошая. Там не так много той Свердловской области. В любом случае здесь спокойнее. Сейчас с двадцаткой туда на Урал. Как-то что-то не очень хочется лезть. А так мы получается в семьи и выползем на М5. И все по М5. Туда. В сторону Пензы. Ну а там по накатанной в пятницу выбрасываем снегоход. В субботу Москва там туда-сюда. Ну думаю сказали что в воскресенье выгружают. То есть там нас выгружать будет круглосуточно. То есть выгружают и работают и выходные. Все. В воскресенье выгрузимся и отправим Михаила Владимировича в красивый город Рига. Были мы здесь летом. Вот так все тут выглядит в конце октября. Не красиво. Симпатично. Летом тут вообще шикардос. Видите даже озеро замерзло. Уже льдом покрылось. Я думаю он еще конечно тоненький. Морозов как таковых то еще нет. Ну вниз я уже конечно не пойду. Но красиво. Интересное место такое. Мельник. Мельник называется. Не медведь. Мельник. Старый медведь. Господи. Сам тоже старый медведь. Кафе Мельник. После ревды. Забыл правда фирменное блюдо как называется. Димыч мне говорил. Отбивная там что. Ну пойду название прочитаю. Вспомню. Так сейчас мы тогда. Топливо у нас уже передулось. Замер сделаем. Помоем. все наши фонарики. Лампочки. Фары. Потому что все. Скажем так. Мягко говоря. Выглядит не очень красиво. Особенно спереди. Да. Чумазенькая. Чумазенькая. Вот. Пообедаем. У нас это желудок. И работать веселее. Что тут. Наши чуть-чуть коробки. Чуть-чуть здесь коробки выпираем. Но это не страшно. Это фигня. Если даже чуть-чуть есть. Что какие-то проблемы. Трос. Штору сдвинул. Быстренько поправил. Никаких вопросов. Пойдем мыть. И. Будем заниматься кишкоблудством. Так. Щетка нужна. Третьей руки нету. Так что пошел я. Делом займусь. Вот она. Свинина по-уральски. Разве не только сюда и едешь. Веришь. Другие блюда вкусные. Но. Это вот первый раз попробовал. Вообще. Просто. За уши не оттянешь. Все. Будем обедать. Приятного аппетита. Решил первое не брать. Тут второго с головой. Симпатичное. Хороший кафе. Уютное. Очень нравится. Ну. Согласитесь. Так. Немного. Намного эстетичнее. Не сильно конечно. Но. Все равно. После такого обеда. Так и ехать никуда не охота. Поспать бы. С этими загрузками. Выгрузками. Толков не. И сната не было. Хух. Но. Надо еще сегодня поработать. Надо? Значит надо. О. Гайцы приехали. Не было. Пришвартовались. Что я не помню. Какой прошлый раз написал. И контроль был. Ну да. Написал будет точно. Мы свернули уже. Сюда. На Красноуфинском. Вернее это уже наверно сам Красноуфинск. Сейчас мы в него въезжаем. Сюда. Тут я так помню. Вот Свердловская область. Дорожка погулявшая. Башкия тут вся в огне. Ага. Это он и есть. Точно. Ну и отлично. Сейчас. Единственное что. Нам нужно найти. После какого-то местного сельпо остановиться. Кое-чего в этом сельпо прикупить. Немножко. Но вещь необходима. Сейчас какой-нибудь прудмак увидим. Тормознёмся. Выскочим. Интересно. Там дальше тоже через Красноуфинскую поедем. Как в прошлый раз там как-то. Через это. Там в Туле Рима. Римон какой-то был. То ли что. Вот мы летом ехали. Потом там по частному сектору. А все пацаны там. Под этот. Под знак грузовым. Если что-то тоже поздно. Так. Ну-ка. Зимпродукты. С левой стороны. Есть такой. Мы застанем. Встанем. Давайте мы застанем. Встанем. Против него сходим. Община нормальная. Или сколько? Нет. Поедем дальше. Что-то мне не понравилось. Какой-то он. Уже слишком древний. Там дальше сейчас ближе к центру начнется. Так. Там. Получше будет. В общем-то уже в принципе еще пару часиков и будет темно. Время уже пять по башкирскому. По месту. В принципе это и башкирская. Вот. Здесь вот. В серии возьмем магазин у нас. Товары повседневного спроса. Продукты. Как-то он так повеселее выглядит. Пойдем сходим. Нет. Нельзя направо. Направо. Грузовикам запрещено. Объезд налево. Все-таки там что-то значит делают. 3,9 высота. С запасом еще сантиметров двадцать прошли. Готовьтесь. Лист. Двести. Десят метров плавно повернули налево. Поверните направо. Значит опять по этому объезду поедем. Через там дома какие-то. Там потом под знак дунем. Через частный сектор не посунемся. Через сто метров плавно поверните налево. Короче что-то там погуглили, посмотрели. Поеду я на ту же стоянку где стояли когда мы вдвоем ехали. Поверните налево. Вчера был такой день тяжелый. Начался в 4 утра. Потом этот снегопад. Потом пока разгрузили. Потом эта загрузка с этими катаниями туда-сюда. Пол ночи. Ну не пол ночи, но зал пол ночи. Потом ни свет ни зря сегодня уже в Богданович. Что-то какое-то состояние полного нестояния на работу сегодня. В общем-то так особо. Это и как бы и напрягаться-то пока нет смысла. Поузнавали. Тут Миша только где-то в пятницу. В пятницу. Понятно, что в пятницу. Только где-то. Или это они наоборот через центр нас пустили. А мы должны были там ехать по правой стороне. Не, мы тогда здесь не ехали. Это факт. Все-таки мы тогда, наверное, там правее шли. Мы едем через самый центр Красноуфимска. КБ, как всегда, да. Магнеет уже. Вот. Так что он приедет только часам к 11. Вроде бы как. До 11 утра пятницы до Пензы мы доедем. Магнеет через один километр держаться, проверим. Затем через 150 метров поверните направо. Потихоньку, не спеша доедем. Так, что, прямо грузовикам нельзя, да? Нас тут что, налево крузят? А что у нас там налево? Хорошего. Ну, вроде асфальт. Поехали, ладно. Пока не будем здесь уже борзеть сильно. Но мы тогда здесь точно не ехали. Это однозначно. Мы тогда перед этим мостом уходили правее. Что-то они тут все ремонтируют, ремонтируют. Дедушки ремонтируют, бабушки репетируют. Скучно. Слаты. Третий сезон. Серия не помнит. В общем-то тут вот и все тут и едут. Братцы-узбеки пошли. Один. Поручий. Совет. Третий сезон. Поручить. Раз. Опять. Третий сезон. Аминь. Один. Третий. Один. Один. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, браться на сегодня хватит. Время 7. Честное слово, просто уже никакого желания ехать нету дальше. Изменение машинка. Калфа-гостиницу, пойдем. Тут мы ночевали. По-моему, здесь недорожная сеть. Ну, не важно. Недорожная, так, недорожная, наличными заплатами. Где Биг Босс? Грузовикам дадут 120 рублей стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Железо на собираем. Десять. Ё-моё. Как раз 20 рублей двушками. Нормально. Вот. Короче, я не знаю, где он. Поехал я машину ставить. Придет, правильно? Я больше, чем уверен. Единственное, что здесь все стоят. Я не хотел сигнализировать. С мордой сюда, а я мордой туда. Потому что тогда получается, как бы, под гору стоишь, а не с горы. Пойдем, нарушим традиции. Не знаю, почему я никогда с вечера в душ не хожу. Здесь, наверное, сегодня после этих всех загрузок традиции мы нарушим. Пойдем. Сейчас туда. Все тут, братцы, цивильно, красиво. По поводу, какая вода сечет, пока еще не знаю. А, стоп. Это уже не душ. А два душевых кабинки. Нормально. Это я вот находил здесь. Юки-па. Кислорцы грязные. Пошли купаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...